В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! Ежегодно 2 марта в мире отмечается один из самых необычных праздников – День спички. В связи с этим мы сегодня поговорим о пожарной безопасности. В гостях у нас Артур Жалмаев, старший инспектор отдела организации надзорных и профилактических мероприятий, управления надзорной деятельностью и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю, и Светлана Лубягина, начальник отделения административной практики и дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Владивостока, управления надзорной деятельностью и профилактической работы. Дорогие гости, здравствуйте! Здравствуйте! Существует такое выражение «спички детям не игрушки» Вот насколько оно верно? Юля, хотелось бы отметить, что это выражение, несомненно, очень верно И очень относится к нашему роду деятельности Так как большинство пожаров случаются по причине халатности Халатного обращения с огнем И первостепенный, первый рубеж, с которым мы сталкиваемся Это, конечно, приборы, которыми мы можем разводить огонь В том числе и «спичка» Дети – это у нас незащищенные слои нашего населения И, конечно же, подвержены различному влиянию Очень любознательные, соответственно, очень часто прибегают к шалости И не совсем понимают, как их правильно использовать В связи с этим большое количество пожаров как раз-таки происходит По причине их деятельности Ну, то есть из-за того, что дети где-то поиграли с огнем Бывают, случаются пожары Да, конечно, вот, Светлана Валерьевна, не могли бы вы сказать Расскажите Да, небольшую статистику Да, если пройти по статистике пожаров за этот наш текущий год На 25% выросло количество пожаров по сравнению с прошлым годом В настоящий момент с 1 января сотрудниками отдела надзорной деятельности По городу Владивостоку проведено уже более 750 проверок по пожарам И на первом месте это, конечно, неосторожное обращение с огнем Если брать из резонансных пожаров В этом году уже ряд, конечно, они происходят ежегодно, такие пожары В прошлом году конкретный был случай В мае месяце ребенок остался один без присмотра родителей И играл со спичками на балконе В результате этого выгорела их квартира, где он играл И две другие квартиры с балконами, естественно, были повреждены Слава богу, травмированных и погибших людей было недопущено Но, тем не менее, пожар распространился до больших размеров Я помню, я была еще подростком И я была в гостях у подруги Это произошло все в нашем доме Внизу квартира, которая находилась под ней А я как раз в этот момент была в гостях Вспыхнул пожар, кто-то бросил окурок А у хозяина на балконе стояли цистерны Ну, не цистерны, а с кондзином Да, и все это вспыхнуло Ужасно все было, и мы выскакивали из дома Страшно это, когда происходит пожар Это тоже к бытовым пожарам относится Зажженная спичка, брошенный окурок Это все бытовые пожары Несомненно, и это самые распространенные пожары В городе Владивостоке обычно такие пожары увеличиваются в праздничные дни Потому что люди в состоянии алкогольного опьянения Либо куда-то уезжают и также оставляют своих детей от них дома Вот в январские праздники произошел такой пожар По причине неосторожного обращения с огнем в виде курения Мужчина уснул с сигаретой И, соответственно, это привело к его гибели К выгоранию квартиры и к травмированию его супруги То есть вот, ну, с такими стяжкими последствиями были А так, такие пожары, они происходят достаточно регулярно, к сожалению Мне кажется, пожар это вообще очень страшно Потому что это же у человека уничтожается вся его жизнь практически И что делать, чтобы не допустить пожара? Профилактика, прежде всего Ну, тут хотелось бы еще добавить Помимо пожаров в жилье У нас на текущий момент 16-го числа в ряде муниципалитетов Открыт пожароопасный сезон По становлению правительства Приморского края Ну и, соответственно, пожары, касаемо спичек Могут возникнуть также и на открытой территории Так как у нас где-то есть не уборка сухой растительности, мусор Ну, в том числе пожары возникают и там Основной защитой от пожаров является, конечно, подготовка населения Их обучение И также личные меры, которые могут быть приняты, в принципе, каждым человеком Но на начальном рубеже Это профилактика Можно оснастить свой дом первичными средствами пожаротушения, например Такими, как огнетушители Они, в принципе, сейчас есть в свободном доступе На любой вкус и цвет Можно установить, например, в наиболее потенциально опасное место Это кухня Так как у нас там различные нагревательные процессы происходят Можно установить туда определенный огнетушитель Также очень хорошее средство, которое стоит порядка двух сотен рублей Это автономный пожарный извещатель В принципе, его также можно в особо опасных местах установить Выглядит он следующим образом Тоже находится в свободном доступе Также бы хотелось отметить то, что у нас есть краевая программа И отдельные слои населения, отдельные категории граждан Могут быть им обеспечены вообще бесплатно Через МФЦ, в принципе, можно подать заявку и установить их у себя дома Также противопожарное одеяло Ну и, конечно, обучение мерам поведения Это безопасная эвакуация, знание путей эвакуации Знание основ передвижения в помещениях, зданиях Это является основным направлением профилактики пожара Давайте по порядку Огнетушители в квартирах Хорошо, но странно, наверное, как-то Или сейчас это уже все-таки приобретает популярность Ну, наверное, это не ассоциируется с словом популярность Это больше все-таки про безопасность Нам никто не запрещает дома иметь огнетушитель Вот у меня, например, три штуки могу поделиться опытом Один в автомобиле, как вы знаете, он постоянно сейчас с нами автомобиль Один на кухне, один резервный просто около входа в дом В принципе, в квартиру В принципе, это не проблема, стоят они также незначительное количество денег Но могут на первичной стадии пожара Очень помочь Да, очень помочь Ну, где-то там пульта загорелась, где-то там электропроводка и так далее Конечно, необходимо прибегать к помощи специалистов Если пожар переходит в какую-то ожесточенную стадию Но на начальной стадии вы, конечно, можете с этим бороться И есть специальные средства, которые можно использовать Помимо огнетушителей, также еще есть противопожарное одеяло Которыми также можно накрывать горящие предметы И, в принципе, с модой, наверное, это ассоциируется Но тут не про моду речь Тут еще хочу добавить Это больше про осознанность Не про популярность Про осознанность граждан Защищать самого себя И своих детей Если говорить про краевую программу И про датчики Много уже установили И сами люди начали спрашивать Когда узнали про эту программу Там, где многодетные семьи Где много детей Это более простой вариант Есть с GSM-моделем Когда приходят сообщения Если родитель где-то Ну, хоть нельзя детей оставлять от них Но, тем не менее Родители приходят сообщения на телефон И он в любом случае Даже тех же соседей Может попросить и спросить Что там в квартире случилось Да Ну, вот первичное Которое самое простое Самое дешевое в доступе Это вот просто звуковой сигнал То есть, если вы ночью спите Сейчас, в принципе, во многих Новых жилых домах Система, она предполагает Завод вот таких вот Датчиков внутрь Жилых квартир Но, к сожалению, осознанность наших граждан Ну, в каких-то моментах Оставляет желать лучшего И некоторые их просто обрезают Закрывают Дабы Дабы лишний раз Не беспокоить соседей Так делать не нужно Потому что, ну, это прежде всего Ваша безопасность И безопасность ваших соседей Дополнительно Вот можно установить автономные Которые, в принципе, когда вы спите Могут без проблем вас разбудить Также хотелось бы отметить То, что можно брать Себе в качестве профилактики Самоспасателя На себя и на всех членов семьи Вот у вас, например, есть Дома самоспасатель? Нет Вот Да, мы вам обязательно Сбросим инструкцию Как они выглядят Где их Ну, как они выглядят Как их используют Ознакомитесь Может быть Обзаведетесь Ну, кстати, вот эти штуки В новостройках Некоторых, по крайней мере Там, где у меня квартира Запрещено было демонтировать Да, ну, к сожалению Граждане наши Ну, это те, которые, видимо Входят в систему Обычно демонтируют Те, которые в систему не входят А они просто автономны Ну, чтобы красиво Вот он Потолок выглядел Эстетично и ровно Без таких датчиков Но это потом Спасет жизнь Мне тоже кажется Что трогать тех не надо Сядут И пускай будут На страже нашей безопасности Что является Основными причинами пожара? Основными причинами 49% из всех Это неосторожное обращение С огнем Естественно По популярности Да, скажем так Вторая причина Это электроустановки Да, связанные с ними Всевозможные аварийные режимы И По самой низкой процентовке В зимний период Особенно Это у нас Печи И все, что связано с ними Котлы отопления И Остальной части Это иные причины Нарушения требований Пожарной безопасности Связанные со сварочными работами С огневыми работами Но это больше уже На производство На производство Да А вот интересно Есть ли какая-то статистика Где пожаров происходит Больше в многоквартирных домах Или в частном секторе? Конечно Статистика Это двигатель Дальнейшей нашей всей работы Пожарного надзора На статистике все и строится Мы проводим ее регулярно Ежегодно Ежемесячно И анализируя Потом, естественно Строим свою работу Здесь разница В большей степени От времени года В многоквартирных Жилых домах Пожары Происходят Практически всегда За исключением Летнего периода Тут наблюдается Снижение Потому что люди Уезжают за город Либо уезжают В частный сектор Да, в частный сектор Соответственно В частном секторе Количество пожаров Возрастает В зимний период Времени В частном секторе Много пожаров Опять-таки Из-за отопления Связанного Это либо печи Которые топятся Неправильно Либо обслуживаются Неправильно Либо это большое Количество Электрообогревателей Которые устанавливают Не смотря на Нагрузку Электросети На общую То есть холодное Включили еще один Включили еще один Обогреватель Ну и соответственно Происходят всевозможные Аварийные режимы То есть замыкание Грубо говоря Да, замыкание Перегрузка Большое переходное Сопротивление Основные аварийные Режим работы Электрооборудования У нас это Сезонные риски Называются Новый год Праздники Рождественские У нас Идут Майские праздники Детско-оздоровительная Компания Вот в принципе Начало Отопительного сезона Все вот у нас Да У вас как у врачей Да У них возрастают Люди отдыхают Да Пожарнадзор усиленно Работает Потому что В праздники Работы Люди нам добавляют Конечно А вот сейчас Пожароопасный сезон Уже был объявлен Стартовал Стартовал Да В связи с этим Какие меры Принимаются Населением Да Ну Населением Мы бы рекомендовали Начать Во-первых Со своих территорий Это например Очистка Касаемо Частного сектора Это конечно Прилегающая территория Где у нас есть Непокошенная Сухая растительность Мусор То есть Вот эти вот все моменты Необходимо устранить До начала Пиковая фаза Так называемая Пожароопасного сезона То есть На текущий момент Где-то на территории края У нас есть снежный покров В принципе Это препятствует Распространению Но позже Когда температуры Повысятся Ну соответственно Горючая среда Будет не убрана И может распространяться Поэтому Первый рубеж Это необходимо Навести порядок Что называется Ну вот В своем хозяйстве В дальнейшем Ну так же профилактика Это дополнительные меры Какие-то могут быть приняты Это вот опять-таки Первичные средства пожаротушения Дополнительное информирование Дополнительная Отработка Там Моментов по эвакуации Если это касается Больших крупных объектов Вот в принципе В этом ключе Населению рекомендовано работать Ну и то есть В эти моменты Как там обычно В новостях пишут Запрещено посещать Лесные массивы Что-то такое Да, конечно На уровне края У нас могут приниматься Такие документы Это которые ограничивают Посещение в лесах Но это касается Вот именно лесного фонда Мы все-таки говорим О пожарной безопасности Ну отжиги сухой растительности Запрещаются Да, отжиги у нас запрещены Все это регламентировано Правилами противопожарного режима Которые вот Ну можно тоже Изучать в какой-то мере И там основные положения Первые 50 пунктов Как раз таки касаются граждан Можно с ними ознакомиться Там в принципе Все предельно понятно И ясно Можно вот их изучить И использовать Так сказать В повседневной Да, в повседневной жизни Если говорить В черте города Люди Чтобы сами за собой смотрели Особенно курящие люди Большей частью Конечно же Возгорание Сухой растительности Мусора Кто-то выкинул И не убрал Кто-то не окосил Либо там нет возможности Другой человек Который курящий Да, он бросает Свою непотушенную сигарету Не думая о последствиях Едет на машине Да, точно так же Курит Бросили Там косогор какой-нибудь Все Произошло возгорание На косогоре Если сгорела даже Сухая трава Да, там Больших повреждений нет Однако есть объекты Которые к этой траве Рядом расположены Ну что может привести Естественно К более тяжелым Последствиям Вот буквально На эти выходные Там в соцсетях Везде Было На Агамарников У нас произошло Такое возгорание Да Люди вынесли Строительный мусор Поставили его Около подъезда По какой причине Еще устанавливается Еще проверка Не завершена Тем не менее Будь то это поджог Либо Непотушенный Окурок сигареты Но произошло Возгорание этого мусора И повреждены две квартиры И эвакуировано Семь человек Поэтому это может привести К более тяжелым Последствиям Поэтому человек В первую очередь Он должен смотреть За своим поведением Ну конечно Что такое пожар Это утрата имущества Это утрата финансов Это утрата здоровья Или жизни Не приведи Господи Тут хотелось бы еще отметить То что Есть конечно жесткие Административные И уголовные санкции Пожарный надзор Не сторонник конечно Таких мер Но тем не менее В соответствии С действующим законодательством Очень крупные штрафы Касается это и граждан И должностных лиц Ну и юридических Конечно Такие вот серьезные моменты Которые могут Деятельность Ну немного Немного омрачить Так сказать Помимо вот Конечно основного То что можно там Травмироваться Не дай бог погибнуть Административные санкции Высокие На данный момент Что это за санкции? Это могут быть штрафы Вплоть до полумиллиона рублей Ну основная статья у нас 20.4 Коап РФ Это административная ответственность Но также еще есть Уголовная Ну в принципе я думаю Деньги никому не лишние Не хотелось бы Ну прибегать к такой мере Как штрафы Но тем не менее Они Да Еще вот хочу заметить Что это статья Нарушение требований Пожарной безопасности Это часть первая Как в любом нашем законодательстве Начинаем мы с меньшего К большему И часть шестая Это уже как раз таки Нарушение требований Пожарной безопасности Повлекшее вред жизни Здоровью человека Либо повреждение имущества И здесь штрафы Если мы берем Допустим граждан В части первой Где не повлекло Не принесло больших последствий Это от 5 тысяч штраф То там уже от 40 тысяч Штрафы намного возрастают Ну юридические лица Это естественно Уже сотни тысяч Поэтому нужно об этом думать И также За неосторожное обращение с огнем Либо причинение Ущерба по неосторожности У нас предусмотрена Уголовная ответственность Тут уже Также штраф может быть Ну самая такая легкая санкция Это статья 168 Уголовного кодекса Либо Решение свободы До двух лет Да Это печально Нужно быть осторожным И следить за тем Что ты делаешь Про ответственность мы проговорили Давайте проговорим Про профилактику пожаров Главное управление МЧС России по Приморью Каким-то образом Общается с гражданами Доносит ли ту информацию Которую вы Освещаете сегодня В нашем эфире В рамках работы Главного управления У нас действует На текущий момент Официальный сайт Главного управления В принципе там По всем сезонным рискам Это не касается Только пожарной безопасности У нас идет На регулярной основе Информирование населения В принципе там Все актуальные Нормы законодательства Актуальные сезонные риски Для нашего региона Приводятся Также в рамках Государственного Противопожарного надзора Мы получается работаем По 290 постановлению Правительства У нас проходят проверки Различных объектов На предмет соблюдения Требований пожарной безопасности Также это проводится На регулярной основе Взаимодействуем с юридическими Милициями С гражданами В рамках контроля Надзорной деятельности Профилактическая работа У нас сводится к тому Что у нас есть Замечательный такой момент Как профилактический визит Мы в принципе В рамках профилактического визита Проводим консультацию По различным требованиям Пожарной безопасности Которые у нас интересуют Консультируемое лицо То есть в принципе Вы можете обратиться с этим К нам И главное управление По пожарной безопасности Может прийти на объект Рассказать какие требования Предъявляются В рамках нашего Действующего законодательства И вы можете уже ориентироваться Что вам нужно на объекте Что вам не нужно В принципе Это может происходить По инициативе контролируемых лиц Помимо нашей инициативы Она конечно должна Исходить и от граждан И юридических лиц Ну вот что интересно Работа большая проводится По профилактике По информированию граждан Но ежегодно Постоянно это происходит Когда жители Там частного сектора Возможно это Дачные какие-то Товарищества Еще что-то Мы видим Что люди Поджигают траву У себя на участках Мы видим Что люди Продолжают Ну как-то Небережно Относиться к огню Скажем так Общей фразой Да Выходят сотрудники МЧС В рейды В какие-то Выдают памятки Штрафы Выписываются Да Так это происходит Все верно Так и происходит Но тем не менее Ежегодно Статистика нам Говорит обратные цифры Несмотря на большую Профилактическую работу Которую мы проводим Мы даже больше По местам Ну вот Помимо контрольно-надзорных Мероприятий Мы предполагаем Что будет пожароопасный режим Сейчас вот Допустим В городе Владивостоке Со снежным покровом В этом году нам не повезло Поэтому увеличение Природных пожаров Да Так называемых Палов сухорастительности Уже У нас по статистике На 80% По сравнению с прошлым годом Выше То есть Достаточно большой процент Мы работаем Планомерно С управляющими компаниями То есть Помимо надзорных мероприятий Мы им Шлем информационные письма Выходите Работайте с гражданами Обучайте их под роспись Есть Краевой у нас закон Что управляющие компании Должны обучать Население под роспись Ну К сожалению Людей Скажем так Пока это не случилось Напрямую с ними Очень сложно В чем либо убедить Да Либо убедить Мы Вспомним Я думаю Весь Владивосток Пожар Который у нас был На небе Где детки Погибли В моем доме В соседстве Вот У нас тогда не смогли Проехать пожарные машины Из-за запаркованных машин На своем Личном опыте Я видела Что да На следующий день Машины не парковали Но через три дня Когда мы прошли Дальше проводить Свои следственные действия Все было ровно так же Как в день пожара Поэтому к сожалению Это больше наверное Личная ответственность Каждого Каждого И к сожалению Почему-то люди Молодежи Нашего будущего Поколения Пойдет наверх И мы придем К снижению Пожаров Лучшей статистики Но Что скажете Нашим гражданам Чтобы они Сберегли Своё имущество И не допустили Не дай бог Трагедии Берегите себя Думайте Постоянно Обучайтесь Смотрите Взаимодействуйте Взаимодействуйте С профильными ведомствами Конечно мы тут В большую помощь Но хотелось бы отметить То что МЧС Это не единственное Подразделение Не единственное ведомство Которое Осуществляет Помощь Контроль Надзор За различными требованиями В том числе И пожарной безопасности У нас на территории края Есть замечательное Министерство По делам гражданской обороны И защиты В черчайных ситуациях То есть В принципе Они тоже Ведут эту работу То есть у нас Обычно принято Как Всех всегда спасает МЧС Но это не совсем так У нас большая Единица краевая Она тоже Перекрывает Большой объем В том числе И профилактической работы С ними можно взаимодействовать И обучаться Обучаться постоянно Следить Конечно Важный момент Мы про детей Начали За детьми Объяснять им Обучать их Ну и самому Подавать Конечно личный пример Что дома Надо делать Светлана Проверять Все Электроприборы Да Обязательно Проверять Все электроприборы И помнить О том Что Может Оставаться Включенным Тот прибор Которым написано В инструкции Что он должен Быть включенным Все наши Любимые телевизоры Мы не выключаем Из розеток Электрочайники У них в инструкции Не указано Что они могут Оставаться без присмотра Поэтому Если что-то С ним произойдет В первую очередь Думайте о том Что вы лишитесь Своего имущества И вас еще Привлекут к ответственности А также Могут пострадать Другие люди Поэтому Купили новый Электроприбор Не полениться Нужно почитать Инструкцию И Также Всегда помнить Номер телефона Пожарной охраны Вызова 112 И понимать С людьми Просто разговариваешь Номер телефона Пожарной охраны Знаешь Знаю Единый номер 112 Все знают Но В экстренной ситуации Когда происходит пожар К сожалению Паника Завладевает человеком Что он не может Вспомнить простые цифры Когда Больше по специфике работы Общаешься с людьми Уже после того Как все сгорело И спрашиваешь Почему так долго Вызывали пожарную охрану Или почему вы Не вызвали пожарную охрану Почему просто там Человек Который мимо проходил А я забыл Я знаю Я вам сейчас скажу Что 112 010 101 Все возможные цифры Но я вызывал 102 Полицию звонил ГАЗ звонил Но только не туда Куда нужно Поэтому Либо в телефоне Сохранить Как-то просто Единой кнопкой Какой-то Пусть это вам не пригодится Но вы будете понимать Что вы быстро И оперативно Сможете вызвать пожарные подразделения Потому что Ликвидировать Последствия пожара Уже на развившейся стадии Не поможет Лучше вызвать пожарных Эвакуироваться Самому там Своих детей Эвакуировать Попытаться Ликвидировать возгорание Если не получается То не нужно Геройствовать Потому что Это приводит К тяжелым последствиям Пусть работает уже специалист Об этом стоит Помнить обязательно Да А вот кстати Хотелось бы добавить Про детей еще Можно в формате игры С ними отрабатывать Простейший план эвакуации Дать ребенку задание Нарисовать план квартиры Обозначить основные пути Эвакуации Обозначить место сбора В критической ситуации И отработать это В порядке Обычной жизни Как это будет происходить Чтобы ребенок Уже самостоятельно Мог ориентироваться Это вот Самое простейшее задание Которое мы можем Дать сегодня По итогам эфира Нарисовать план квартиры Нарисовать пути эвакуации И нарисовать место сбора Ознакомить этот С этим планом Всех жителей Вашей Маленькой Ну маленькой Или большой квартиры Ну что ж Замечательные рекомендации Пусть все будут Живы, здоровы И все будет хорошо Соблюдаем правила Пожарной безопасности Спасибо Я напомню Это была программа Время говорить И сегодня мы говорили О том, как важно Соблюдать правила Пожарной безопасности В гостях у нас были Сотрудники Главного управления МЧС России По Приморскому краю Артур Жалмаев И Светлана Лубягина В студии работала Юлия Рокотская Увидимся на Восьмом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова